Добрый день, уважаемые друзья! Я рад вас приветствовать на своем канале Дачный Путь с Александром Бендемешко. И хотел бы сегодня продолжить цикл видео «Растим большие тыквы». После того, как я в прошлом видео замочил и проращиваю семена тыквы, я хотел бы вернуться к тому, где я их буду выращивать. А выращивать я их буду дальше, после того, как они прорастут, буду выращивать в парнике. Здесь много теплее. Прошлых 2-3 сезона я точно так же их выращивал в парнике. Давайте пройдем и воспутываем. И хотел бы еще с вами поделиться тем, что я сейчас выкопал ямку, и хочу сделать, подготовить как бы яму посадочную для высадки семян. Как повторюсь, семя 531 килограмм, 384 и 348, если мне не изменяет память. Поэтому одну из них, а именно 531 килограмм, я буду выращивать именно в этом парнике, как и в прошлых годах. Пройдемся. Значит, уважаемые друзья, подготовил яму, примерно метр квадратный, метр на метр. Вот, выкопал сантиметров 25 гугл, это желательная глубина, желательная глубина для корневой системы тыквы, а именно азотический гигант. Ну, это как бы считается самое хорошее. Хотя глубина залегания самих корней, различных тыкв, может достигать и 60. Но, повторюсь, самое главное, это на расстоянии 25 сантиметров. Поэтому на данный момент использую универсальный грунт на основе торфа. Буду использовать конский навоз, правда, этого года, но треть ведра. Треть ведра. Вот. Засыпаем изначально, изначально засыпаем питательный грунт. Засыпаем. Сейчас немножечко, пару лопат. Сегодня, друзья, нелетная погода. Очень сегодня большой сильный ветер, поэтому чувствуется по парнику, как пленка шуршит. Потом немножко кидаем конского навоза, потому что компост в прошлом году закинул, но он еще не переплел. Потом опять присыпаю землей. Сейчас это все немножко перемешаем. Перемешиваем. Еще раз закидываем еще раз землю. И еще один высыпем в мешок питательного грунта. Сорняк выбрасываю. Еще один высыпем в мешок питательного грунта. Еще два высыпем в мешок питательного грунта. Перемешиваем. Перемешиваем. Так, еще немножко осталось у нас песочка. Сейчас возьмем грабли, разровняем. Разровняем. Все, на этом все. Будем ждать, когда прорастут семена. Вот, как я сказал, они где-то будут порастать полтора-два дня, поэтому, если все нормально, буквально завтра должны появиться первые расточки. Еще хотел бы обратить ваше внимание, вот на протяжении всего этого прошлых годов, года два тому назад, мы здесь, значит, садил я здесь тыкву атлантический гигант и рядом здесь на протяжении всего парника растил у нас томаты. Вот, томаты, в общем, было много томатов, поэтому, мне кажется, что касается размеров этой тыквы, она у меня, как бы, ну, не очень большая была, около 200 килограмм. Из-за того, что росли томаты, как бы, корневая система недополучала тыквы определенное количество питательных веществ, витаминов, различных элементов. Поэтому и рост тыквы, скажем так, не очень был большой плюс, не все знают еще секреты агротехники. Поэтому думаю, что в этом году, кроме тыквы в этом парнике, и здесь чуть-чуть с этой стороны, оператор, будьте добры, покажите, вот здесь вот немножко посадили лук, с одной стороны и с другой стороны. Все, больше в этом парнике сажать ничего не будем, поэтому я думаю, что вес тыквы должен в этом году порадовать не только меня, но и зрителей, терезрителей. Будем надеяться. Надежда умирает последней. Как-то так. Всем удачи, всем пока. Спасибо.